Первая часть цикла беседы про бусидо. Вступление к циклу. Для чего бусидо современному, тем более западному человеку? Агакуры. Требовательность к людям. Кодекс самурая бусидо это такая штука, про которую многие слышали, но редко кто понимает, о чем в реальность идет речь. Зачем нам бусидо? Если человек не интересуется историей военного дела, либо им искусствами, ему бусидо как бы не нужно. Ну махали когда-то японцы мечами, ну создали они свою военную философию, нам-то что с того? На деле, в дубличчевое прочтение книг про самураев может дать много больше, чем тот же Корнеги со своим трудом, как перестать беспокоиться, начать жить. Лично я сборник книг о самурае впервые взял в руки в конце 90-х. Для меня это было сложное время. Помимо бесконечных неурядиц, я пытался найти себя. Но я был как корабль без карты. Можно идти в любом направлении, но все направления одинаково ошибочны. И та самая книга о самурае очень много дала мне в плане мировоззрения и личностного роста. С тех пор этот сборник я перечитывал в десяток раз. Некоторые места до сих пор помню наизусть. Однако ушло время и многое забылось. К тому же интересные времена продолжаются. Поэтому я решил вновь полистать любимую книгу. Важно не забывать разницу в нашем современном понимании понятий самурай и бусидо и какими в реальности они были в средневековой Японии. А отличия были серьезными. Вспомним более близких нам рыцарей. Нам известен воспетый министрелем кодекс рыцаря с его честностью и благородством. В современном смысле понятие рыцарства равно благородству в самом лучшем значении этого слова. Но были кровавые крестовые походы, сфаханалии и насилия, грабежей. Для крестовой похода и есть благословленная церковью войны и систематичное уничтожение огромного количества людей. Реальные рыцари были продуктом своего времени. Мстительными, циничными, жадными и злобными. Гостокими и готовыми предать ради выгоды. Однако здание истории никак не помешает взять лучшие из идеи рыцарства и может даже что-то в себе изменить. А ведь рыцарство никогда не имело такой глубокой философской подоплюки, как это было у самураев. Древние современные самурайские авторы пытаются подтолкнуть людей к правильному образу жизни. Они постоянно сетуют, настоящих самураев слишком мало. То есть их было мало и тогда. Из Хагакура. Если у Владимира Дайми есть два или три таких человека, оно безопасности. С реальными самураями и идеальными образами была такая же ситуация, как и с рыцарями. Существует кодекс чести с его четко расписанными определениями правильного и неправильного. Но нельзя забывать про японский милитаризм. Отряд 731, безжалостную эксплуатацию свободных населений и геноцид за жителей захваченных стран. Увы, мир сложен и многогранен. Мы же подумаем над короткими и емкими фразами, которые могут помочь найти себя и свое место в этой жизни. Постараемся применить их для чего-то доброго и вечного. Потому что сказанные три столетия назад слова прекрасно подходят для решения современных проблем. Не зря в японских корпорациях изучают бусидо. Не просто так в Японии 21 века книги Хагакура, Ямамото Цинутомо и Будосюэ Сенсю, Юдзана Дайдодзи, являются настольными для управленцев любого уровня. Также замечу, я буду брать случайные отрывки и их комментировать, предлагая значение в соответствии с моим пониманием и жизненным опытом. Однако каждый может найти свой смысл, увидеть что-то свое. Пусть вам сердце подскажет правильный ответ. Нет правильных или неправильных мнений. У каждого свой путь. Важно его найти и по нему идти. И надеюсь кадры из фильма «Семь самураев» о Киро Курасаве помогут создать подходящее настроение. Хагакура. Требовательность к людям. Некто предлагает быть требовательным к людям, но я с этим не согласен. Известно, что рыба не будет жить там, где только чистая вода. Но если вода покрыта ряской или другими растениями, рыба будет прятаться под ними и разведется в изобилии. Слуги тоже будут жить спокойнее, если некоторые стороны их жизни будут оставлены без внимания. Очень важно понимать это, когда оцениваешь поведение людей. Имамото Цунутома. Хагакура. Перед нами прекрасный совет современным менеджерам. Из законов Мерфи. Если что-то плохо, но это работает, это хорошо. Оставьте своих подчиненных в покое, не трогайте их под пустякам. Дайте людям жить спокойно своей жизнью. Не ищите идеальных людей в неидеальном мире. Будьте разумны и не требовать от людей чрезмерного. Оценивайте людей за те поступки, которые для вас действительно значимы. Оставьте в покое их личную жизнь. Не карайте людей за маленькие грехи, но не забывайте про разумный контроль. И, наверное, самое важное. Если человек выглядит идеально, он потенциально опасен. Потому что не идеальны все. Тот, кто выглядит идеально, просто носит маску. Но кто и что под ней? Где и в какой ситуации проявляется истинное лицо такого человека? Зная за человеком мелкие грехи, вы знаете его сущность. Вы понимаете его и можете прогнозировать его поведение. С вами был Серпень. Благодарим за просмотр. Оставайтесь с нами. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok